Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами сейчас обсуждаем вопросы стратификации очаговых образований щитовидной железы, как мы можем применить здесь классификацию ТИРАЦ, и как с этой классификацией мы можем работать у нас в России. Впервые классификация ТИРАЦ была предложена в 2009 году Элеонорой Хорган. В последующем различные исследователи пытались преобразовать эту классификацию, поскольку в первоначальном виде она была очень трудна в работе. Но все они практически использовали основные признаки злокачественности – это пониженная эхогенность, вертикальная или непараллельная пространственная ориентация, неровные контуры, бугристые, микродольчатые, спекулообразные, и наличие микрокальцинатов или псомомных телец, что связано с развитием микрокальциноза. Однако мы по данным ультразвука не можем деференцировать эти помидии. В нашей стране начали работать поначалу с классификацией КВАК или КВО, которая как раз основывалась на этих больших признаках злокачественности. Но в последующем, когда начали более активно работать с этой классификацией, поняли, что нельзя только большие признаки использовать. Необходимо использовать и дополнительные критерии. И, например, эхогенность пониженную нужно разделить на значительно пониженную. Это относится к большим признакам злокачественности. Умеренное снижение эхогенности, гипоэхогенность, шаровидная форма, макрокальцинаты, неравномерную толщину. А вот эти признаки нельзя не учитывать, так как они тоже высоко специфичны. Если они не превышают 95 как большие признаки, то они больше 90% имеют специфичность и чувствительность. Это следует учить. И как раз в последнее время вышедшая классификация, последней американской классификации, 17-й год, и объединенной европейской классификации террации, также вышедшая в 17-м году, как раз эти дополнительные признаки учитываются. Однако в той и другой классификации несколько иные признаки учитываются. В последние 6 лет эксперты нашей ассоциации антродвуковой диагностики также занимались вопросами применения классификации террации. Вы видите несколько городов российских, достаточно много учреждений, более 30 в этой работе участвовали. И как раз пришли к выводу, что нужно и учитывать дополнительные признаки. Наша работа оказалась ближе всего к европейской классификации, но мы используем несколько расширенные признаки. Сейчас мы с вами об этом поговорим. Итак, параметры оценки очаговых образований щитовидной железы всем хорошо знакомы. Это локализация, размер, пространственная ориентация, контуры, границы, наличие эхо-эхогенной структуры, акустические пивы. Обязательно присоединяем цветовое или энергетическое картирование, оцениваем сосудистый рисунок ткани самой железы и очагового образования. Если появляются новые технологии, то мы также их можем применять, предварительно изучив. На основании этих признаков мы формируем ультразвуковое заключение, из которого должны вытекать показания в биопсии. Итак, мы выявили узел щитовидной железы. Что делать? Не пунктировать или пунктировать? Мы считаем, рака нет, значит не пунктировать. Мы считаем, что рак точно есть, надо пунктировать. Но между этими двумя понятиями есть множество сомнительных случаев, которые мы также делим в своих рассуждениях на две группы. Мы считаем, что рака нет, но лучше за этим узлом понаблюдать. Мы считаем, что может быть рака и нет, но лучше сделать функцию и тогда решить, как дальше вести это образование. Но, собственно, перед нами классификация ТИРАЦ. ТИРАЦ 2 рака нет, ТИРАЦ 3 наблюдения, ТИРАЦ 4 пункция, но может быть это доброкачественный узел, ТИРАЦ 5, мы уверены, что есть рак. Представим классификацию ТИРАЦ иначе, в виде шкалы. И во второй категории как раз представлены те доброкачественные образования, которые практически не вызывают сомнение. Это кистозно-расширенные фолликулы, это анахогенные. Кистозные включения в щитовидной железе могут быть полностью анахогенные, а могут быть с гиперахогенным включением, дающим эффект хвоста кометы. Это более плотный колор. Итак, это кистозно-расширенные фолликулы или макрофолликулы, или по именной классификации коллоидные узлы первого типа. Копчатые узлы. Как будто сожмешь этот узел, и из него, как из губки, польется вода, множественные мельчайшие жидкостные включения. Или коллоидные узлы второго типа. Мелкие жидкостные полости, разделенные тонкими перегородками. Эти узлы мы не пунктируем. Или кистозное образование по типу фолликулы. Самое сложное, представленное в классификации тераз, это третья и четвертая категория, где как раз мы должны дифференцировать. Узел идет наблюдение или требует проведения морфологической оценки, то есть выполнение функции. В настоящее время наиболее правильным считается важным признаком дифференциальной диагностики узлов щитовидной железы, это их зоэхогенность. Гиперэхогенные узлы и изоэхогенные узлы относительно ткани железы попадают в категорию тераз-3, где низкая вероятность злокачественного образования требуется плановое наблюдение. Функции эти узлы не подлежат. А вот гиперэхогенные узлы, они могут быть умеренно понижены эхогенностью, значительно понижены эхогенностью, неравномерно понижены эхогенностью, и даже хотя бы если есть одно гиперэхогенное исключение, эти узлы требуют парфологической оценки и попадают в четвертую или пятую категорию. Итак, снижение эхогенности – это наиболее важный признак для отбора на биопсию. Если это значительно пониженная эхогенность, то узел попадает сразу в пятую категорию, потому что это большой признак злокачественности. Если это умеренно сниженная эхогенность или неравномерно сниженная эхогенность, или хотя бы одно гиперэхогенное исключение, узел попадает в четвертую категорию для пункции. Микрокальцинаты в узле – это большой признак злокачественности, и узел попадает в пятую категорию. Макрокальцинаты наряду с другими признаками дополнительными, например, умеренно снижение эхогенности или гиперэхогенное включение. Эти узлы попадают в четвертую категорию для пункции. Вертикальная пространственная ориентация узла – это большой признак злокачественности. Обращаю ваше внимание, что вертикальная пространственная ориентация должна определяться на поперечном срезе дона. Если мы видим шаровидные узлы, это дополнительный малый признак злокачественности, и эти узлы подлежат функционной биопсии. Контурообразований, имеющие микридольчатые, лучистые, спекулообразные края – это большие признаки злокачественности и попадают в пятую категорию. В четвертую категорию мы определим узлы наряду с другими дополнительными малыми признаками с неравномерно утолщенным холом. Ну и, наконец, акустические эффекты за образованием щитовидной железы. Понятно, что акустические тени формируются за макро-кальцинами. Но в ряде случаев сами узлы из-за своей жесткой ткани вызывают затухание ультразвука, и сам узел дает акустическую тень. За доброкачественными узлами не формируется акустическая тень, поэтому узлы, дающие затухание ультразвука, формирование акустической тени, за ними очень подозрительны на рак. И поэтому мы этот признак будем считать малым признаком, и также наряду с другими признаками отнесем эти углы в четвертую категорию. Эластография достаточно активно сейчас используется в диагностике. Чаще всего это компрессионная эластография. И если мы выявляем жесткий узел или участки высокой жесткости, то эти узлы или участки подлежат функционной биопсии. Наряду с другими признаками малыми этот узел помещают в категорию тирак 4. Не все классификации, варианты классификации принимают во внимание цветовое картинное. Однако в ряде случаев не просто гиперваскулиризация, а именно наличие патологического сосудистого рисунка, то есть неравномерное расширение сосудов, их извитость, ветвистость, наличие обрубленных сосудов, хаотично расположенных. Вот это патологический сосудистый рисунок и его выявление наряду с дополнительными признаками мы считаем малым признаком злокачественности. И он имеет право на отбор узла в четвертую категорию тирак для выполнения биопсии. Для доброкачественных узлов такой патологический сосуд не характерен. Итак, что же нам дают дополнительные ультразвуковые признаки узлов щитовидной железы? Давайте разберемся. Больше двух больших признаков злокачественности имеют почти половина раковых узлов. 10% раков имеют только один большой признак злокачественности. Четверть раковых узлов имеют один большой признак злокачественности и малый признак. А вот 12% раков имеют только малые признаки. Поэтому эти малые признаки дают нам возможность провести дополнительный отбор подозрительных и маскирующихся под доброкачественное образование узлов для выполнения функционной биопсии. Сюда, например, попадают часто медулярные раки. Поэтому на малые ультразвуковые признаки мы должны также обращать внимание. Ну и представим классификацию террас в другом виде. Итак, вторая категория ни одного большого, ни одного малого признака. Третья категория также не имеет ни больших, ни малых признаков. Сюда попадают и изоэхогенные, и гиперэхогенные узлы. Четвертая категория узлы с малыми признаками. Либо любая гиперэхогенность узла умеренная, а уже в пятую попадают узлы хотя бы с одним большим признаком злокачественности. Итак, малые признаки. Это умеренная гиперэхогенность, шаровидная форма, макрокальцинат, неравномерная утолщина и холло, акустическая тензия узлов или высокая жесткость по данной эластографии, наличие патологического сосудистого рисунка. А вот большие признаки это выраженная гиперэхогенность, наличие микрокальцината, вертикальная ориентация узла, бугристый, лучистый контур. Что касается размера. Мы говорили, во вторую категорию попадают узлы, которые практически у нас не вызывают сомнений. Но если это кистозно-солидные узлы больше двух сантиметров, то у нас большие сомнения возникают и малейшее подозрение, мы пунктируем как раз солидные компоненты. В третьей категории то же самое. ИЗО-гиперэхогенные узлы при увеличении более полутора сантиметров приобретают неоднородное состояние. И также, как правило, требуют проведения пункционной биопсии. В четвертой категорию попадают узлы все гиперэхогенные больше сантиметра. Теперь разберем пятую категорию. То есть хотя бы один есть большой признак злокачественности, это уже велика вероятность ракового узла. Если узел больше сантиметра, проводится пункционная биопсия. А если он меньше сантиметра, то подлежит биопсии у пациентов в группе риска. Если он меньше сантиметра, но есть признаки метастатического поражения лимфоузлов шеи, также подлежит пункционной биопсии. А вот если узел меньше, чем полсантиметра, то такой узел подлежит наблюдению динамическому. Вспомним, кто же относится к группам риска. Если у пациента семейный анамнез рака щитовидной железы, если было облучение головы и шеи в анамнезе, если есть постоянная дисфагия или дисфагия, если есть признаки ограничения подвижности голосовых связок по данным ультразвукового исследования, если при проведении ПЭД случайно выявлены узловые образования щитовидной железы, метаболические активы. У пациентов моложе 20 лет, если есть повышение уровня базального или стимулированного кальцитония, если были операции по поводу рака щитовидной железы в анамнезе, и если есть признаки метастатического поражения региональных лимфоузлов. Шкала террас предполагает некие рекомендации. Во второй группе обычно это плановый осмотр. Один раз в два года, но в группе риска чаще один раз в год. В третьей группе динамическое наблюдение один раз в год, при отрицательной динамике перевод четвертой категории. В четвертой группе, что важно, при отрицательном или неинформативном результате пульсионной биопсии, повторная манипуляция проводится через 3-4 недели, то есть ближайшие сроки. При двукратном отрицательном или неинформативном результате биопсию повторяют через 2-3 месяца. В пятой категории, где высок риск ракового узла, высоко подозрительные на рак узлы по данным щитовидной железы, могут потребовать как минимум двукратного проведения функционной биопсии до получения адекватного морфологического заключения. Важно, что решение о дальнейшей тактике принимает клиницист. Если же есть подозрительные лимфоузлы шеи, то и они подвергаются функционной биопсии. Итак, классификация террац позволяет диагностам провести интерпретацию случайных случаев узлового зоба, разложить свои впечатления все по полочкам и провести отбор подозрительных узлов щитовидной железы на биопсию. Однако классификация террац является лишь ультразвуковой классификацией, предназначена в первую очередь для врачей ультразвуковой диагностики первичного звена. Итоговую же оценку пациента и принятие решения о выполнении биопсии осуществляет клиницист, эндокринолог, онколог на основании заключения ультразвукового исследования, на основании имеющегося уровня гормонов, наличие антитероидных антител, семейного анамнеза, анамнеза жизни и так далее. В докладе использованы материалы из только что вышедшего методического пособия применения шкалы террац в оценке степени злокачественности узлов щитовидной железы. Вы видите, что большой авторский коллектив работал над этим методическим пособием. Я думаю, что мы все начнем одинаково работать с этой классификацией, используя как раз данное пособие. Я благодарю вас за внимание. Продолжение следует...